Здравствуйте. Попросите вот что сказать. Все-таки должны ли мы, ну, получается, немножко уравнять в правах СМИ вот эти вот площадки? Потому что СМИ у нас зарегулированы, им многое нельзя. Они проигрывают эту конкуренцию, хотя у них есть журналисты, у них есть опыт, и они могли бы, может быть, на ваш взгляд, обеспечивать эту коммуникацию более качественно. Должны ли мы здесь что-то сделать? Или пусть все развивается как есть? И пусть СМИ подстраиваются в текущую ситуацию. Спасибо, Дмитрий Олегович. Никакой в случае не власти, конечно, безусловно, общественная палата, это именно наша общественная структура. Я, как старый ватник-колоратник, никогда бы не думал, что я буду в чем-то согласен с новой газетой. Но, тем не менее, есть такая история, что, мне кажется, бессмысленно сейчас разделять онлайн. Оффлайн пытаться при помощи оффлайна победить онлайн, убедить, что вот там интернет развлекает ерунда. Вот самые настоящие, олдскульные, правильные газеты, только вот бумаги, потому что она мягкая и приятная на ощупь. Вот, раз уж мы начали такой интерактив, очень интересно, здесь есть СВИ. Какой-то странный микрофон, который местами работает, местами не работает. Спасибо. Вот, отлично. Я бы тогда, раз уж интерактив у нас такой пошел, я бы попросил поднять руку тех, кто регулярно, только будьте честны перед собой, в первую очередь, регулярно читает газеты. В общем, не свои, которые они сами издают, а просто газеты. Бумажные. Бумажные, да, бумажные. Вот вы регулярно получаете бумажную газету, ее регулярно читаете. Ну, где-то, я так понимаю, что треть примерно, да? Залок, правильно, да? Казалось-то. Как говорит наш пугалтер, не читаю я эту вашу российскую газету. Вы знаете, даже я иногда ее не читаю, поэтому, в общем, я не удивлена тому, что большая часть рук не подняла. Я сейчас не буду говорить о том, что правильно или что неправильно. Есть некая реальность, да? Нету уже давно, на мой взгляд, разделения между журналистом и блогером. Это вопрос не плохие блогеры против хороших журналистов, а вопрос качества текста, качества продукта. Да. И дальше все это уходит абсолютно в область формализации. Вот ты пошел, блогер, зарегистрировался, это, конечно, средство массовой информации, подпал под действие закона о средствах массовой информации, получил возможность запрашивать информацию, которая тебя в соответствии с законом о средствах массовой информации обязана предоставлять, тогда ты становишься журналистом и подпадающим под законом о средствах массовой информации. нету никаких блогеров против журналистов. Все это ерунда. Это уже давно ожившая какая-то такая вот история. Есть вопрос качества текста, верифицированности информации, которую в этом тексте есть. Сколько там лжи в этом тексте, непроверенного каких-то данных и так далее. А дальше уже есть наше корпоративное желание немножко подморозить себя в том состоянии, в каком мы ездим, в зоне условного комфорта сохранить себе ее и не пустить вот этих вот молодых, ранних, нахальных, которые там что-то там из себя взяли в Фейсбук и печатают и получают огромную аудиторию. Дальше еще интереснее. Я эту цифру называл вчера на форуме сообщества уже. Самый популярный YouTube ресурс блогера у нас. Это персонаж под ником Иван Гай. Кто-нибудь помнит так, не глядя в Google, сколько у него подписчиков на YouTube-канале? Но он уже потерял лидерство. 12 миллионов. 12 миллионов человек считает, смотрит вот это вот все. Я не смотрю, это ужасно, я не могу это видеть, но тем не менее 12 миллионов подписчиков. Подростки в возрасте, грубо говоря, от 10 до 15 лет. В принципе, 12 миллионов человек у нас всего в стране столько подростков примерно в этом возрасте. То есть, это вся аудитория подростков в стране. А мы с вами рассуждаем о том, как нам сохранить печатную газету. Печатная газета нужна и важна в том числе и с социальной точки зрения. Потому что бабушки в дальнем селе, они не блогеры. Хотя у них тоже там чаще всего, если есть интернет, то у них уже хотя бы какой-нибудь ВКонтакте или Одноклассники. У них уже это бабушки тоже есть. Она там ищет, с кем она закончила в Царево-Кокшайской школе. Но тем не менее, газеты нужны. Но мы с вами понимаем, я работаю на телевидении. Я отлично понимаю, что моя программа «Международное обозрение на Россию-24» это нишевая аудитория. И из молодых людей это смотрят только те, кому по профилю это интересно, поскольку они учатся в МГИМО или в стране Азии и Африки, интересно международное. А остальные не смотрят это. А детки, которые подрастают, они уже в социальные сети не ходят. Они смотрят YouTube и пользуются мессенджерами. Когда мы с вами говорим про интернет и противостояние так называемых традиционных СМИ и интернета, мы про интернет с вами разговариваем, как, знаете, вот электричество. Вот имеет ли право электричество доставлять информацию? Глупая постановка вопроса. Электричество можно у человека убить. Есть электрический стул. Электричество работает в телевизоре и в радиоприемнике. Интернет тоже работает на электричестве. Надо ли регулировать подачу электричества? Наверное, как-то должны быть какие-то самые требования. Но тем не менее, говорить о том, телеграм-каналы это СМИ или не СМИ, тоже странная постановка вопроса. Это всего лишь платформа. Мы сейчас говорим просто о разных платформах одного и того же. Мы спорим о сути электричества. Не надо этим заниматься. Есть база юридическая, есть закон о средствах информации, о средствах массовой информации, есть Роскомнадзоры, есть еще какие-то вещи. Есть, в конечном итоге, гражданские иски. Если вам не нравятся поданные информации где-то там, судитесь. Тут даже не обязательно, я считаю, что вопрос подачи исков в прокуратуру и прочее, это ерунда. Это тоже будет постепенно отживать гражданские иски. Но тем не менее, есть вещи, которые там уже дают основания для нормального, рутинного, процедурного регулирования этой сферы. Выдумывать что-то еще? Странная история. Дальше, про отношения средств массовой информации к государству. Тут, кто как себя поставит, так оно и будет. Есть средства массовой информации, которые видят свою миссию, потому что хватает за штани на государстве. Да. Такая миссия имеет право на жизнь, как бы. Есть средства массовой информации, которые считают, что их миссия развлекать и веселить. Тоже вполне себе закономерная история. А дальше, если все это находится в рамках действующего закона, ради бога, если не нравится закон, пытайтесь все поменять. Не нравится там регулирование, кого-то там где-то закрыли, подавайте в суд. Не нравится решение суда, подавайте в суд высшей инстанции и так далее, и так далее. Если мы говорим о том, что мы живем в демографической стране, а я вот все-таки надеюсь и верю, то есть процедура. Демократия это всегда процедура. В первую очередь процедура. А вот раз вы представили почти как представителя власти, я понимаю, но все равно не отказывайтесь. Нет, не погоду. Я сейчас передам обратно. Маленькая провокация, чтобы было веселее. Да, чтобы было веселее просто, да. А смотрите, вот вы сейчас заговорили о том, что и журналисты, и, в общем-то, и объекты их освещения могут обращаться в суд. Ну, у нас, типа, правовое государство. За последние несколько лет наша Государственная Дума приняла безумное количество законов, совершенно фантастических, которые делают работу СМИ, ну, в значительной степени, мягко говоря, усложненной, а, грубо говоря, невыносимой. Потому что законы написаны так, что они такого точечного бомбометания, что вот сегодня мы пропустим, они не прописаны четко, они работают очень плохо. Те же очень нужные и важные законы об экстремизме, там, о терроризме и так далее и тому подобное. Написаны безобразно. Вот мне бы хотелось узнать, вот общественная палата, и у нас в Петербурге довольно много журналисты собирались, обсуждали, мы пытались это вносить на наш региональный уровень, чтобы законодательное собрание вынесло это на федеральный уровень государственного обсуждения. Ничего не получилось. Вот общественная палата, она как-то вот в этом смысле интересовалась этим вопросом или нет? Несоответствие законотворчества. Общественная палата, там есть целый закон в общественной палате, где описано то, чем может общественная палата заниматься, а чем нет. Есть функция общественного контроля в общественной палате, есть функция, по которой общественная палата устраивает нулевые слушания, то есть до того, как закон пошел в Думу, и даже после первого чтения мы можем проводить некие там, ну не нулевые, а 0.1 слушания, видимо, так будет называться. Да, мы собираем площадку, на которой общественность обсуждает, что нравится, что не нравится, что устраивает, что не устраивает. Я просто хочу еще одну вещь важную сказать. Нету такого, нет, есть, я сейчас скажу даже по исключению, нет такой страны в мире, где государство и медиа находилось бы в полном благодушии по отношению друг к другу. Есть один пример, когда я помню, КНДР. Там все нормально, у них все хорошо, СМИ и власть, у них все в порядке. В остальных странах, во всех, такого нет. Государство всегда старается что-то отжать у средств массовой информации. Средства массовой информации всегда что-то стараются отжать у административных органов и власти. Это всегда происходит. В трагедию это превращается тогда, когда нарушается закон. Если это все происходит в рамках закона, если никто никого там не взрывает, не сажает, не выходит на улицу с покрышками горящими, да, в обратную сторону, тут движение, улица с двумсторонним движением, то это все органично и естественно. И главное, чтобы это все оставалось именно в пределах закона. Это важно. Тут, понимаете, еще очень важная история. Вот, к сожалению, Павел Николаевич ушел, у нас очень плохо с корпоративной солидарностью. Просто беда, да. Есть союз журналистов. Есть еще один союз журналистов, который Павел Николаевич разговаривает. Ну, как бы, не будем сейчас расставить за скобками, почему их несколько, да, там, вот, ну, тоже ерунда. Но, тем не менее, про союз журналистов, я вот один из многочисленных секретарей. Владимир Геннадьевич тут тоже присутствует, который тоже секретарь союз журналистов, мой коллега. Может быть, кто-то еще здесь секретарь приехал, я не знаю, честно говоря. И мы понимаем, что вот, например, эта структура, она должна меняться очень серьезно. В ней должны появляться какие-то профсоюзные функции. Я не говорю о том, что союз журналисты должны стать профсоюзом, да, но функции, там, защиты корпораций должны быть. Даже не проблемы федеральных СМИ, а региональных, самые тяжелые. Именно в регионах средств массовой информации, там, расследовательская, или это же журналистик, или еще какая-то, чаще всего и легче всего растираются в порошок. И тут даже не про, там, вот то, о чем мы говорили с коллегой, там, власть и СМИ, которые друг друга насекомят страшно совершенно. Это бизнес-интересы, какие-то там авторитетные предприниматели, еще кто-то. Региональный журналист гораздо менее защищен. Вот какая-то служба юридической помощи, или еще что-то, она должна существовать. Это очень-очень важно. Примерно все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо.